Год назад Краснодарский край лидировал по показателям инвестиций, сейчас их явно недостаточно. По словам министра финансов в Кубани Ивана Перонко, чуть меньше 60% по сравнению с результатами 2014 года. Тогда в сфере инвестиций было задействовано 700 миллиардов рублей. Достичь показателя нам было сложно прошлого года, но это не значит, что мы должны опускать руки. Первое, если говорить нет, это текущий, вот уже официальные данные, первое пространство есть, ну и какие-то прогнозные оценки там по угодам, но мы видим, что снижено, снижено, значит у нас инвестиции, я уже называл там транспорт, связь, обрабатывающие производства, но здесь у нас конечно же есть резервы. И есть конкретные проекты, конкретные проекты для ее снижения. Конкретные решения должны разрабатывать все районы края и муниципалитеты, подчеркнул заместитель главы региона. Что касается Сочи, то внимание руководства города сейчас уделено привлечению инвесторов и созданию дополнительных рабочих мест. Курорт готовится к ежегодному экономическому форуму, где должны быть представлены инвестиционные площадки, которые помогут облегчить и увеличить приход инвесторов в Сочи. Первая задача муниципалитета это отработать четкость по соблюдению регламентов, то есть инвесторы интересуют конкретные сроки, для того, чтобы он мог минимизировать свои коммерческие риски, то есть это по предоставлению разрешительной документации, по предоставлению земельных участков, все эти регламенты должны безусловно соблюдаться и это обеспечит повышенный интерес к нашему городу. Интерес у инвесторов, несомненно, вызывает возможность развития территории и представления готового продукта. Представителей малого и среднего бизнеса в городе более 30 тысяч. В мэрии была принята оптимальная мера по поддержке предпринимательства. Программа помогает в выдаче субсидий на возмещение затрат при открытии бизнеса и оказывает финансовую поддержку для аренды выставочных площадей. С этого года предприниматели могут рассчитывать не только на субсидии для уплаты процентов по кредиту, но и на помощь в первоначальном взносе по договорам лизинга. Кстати, поддержку местные бизнесмены получают и после наводнения. С 30 июня в МФЦ Адлерского района по адресу улица Кирова, 53, организована работа некоммерческой организации фонда микрофинансирования Краснодарского края. Там для субъектов малого предпринимательства, которые попали в зону подтопления, сейчас выдаются микрокредиты на льготных условиях с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Специалисты этой организации занимаются консультированием и приемом документов для субъектов малого предпринимательства, которые непосредственно попали в зону подтопления. Также на территории Адлерского района, в администрации Адлерского района, был развернут консультационный пункт. Работа, в первую очередь, направлена на повышение информационной грамотности для предпринимателей, которые могли обратиться по любому вопросу, в частности, касающегося страхования или спорных вопросов по договорам с арендаторами. Воспользоваться государственной программой и услугой фонда микрофинансирования уже смогли более 70 предпринимателей и работа по такой поддержке бизнеса в Сочи продолжается.